Давайте знакомиться. Зовут меня Инга Орлова. Я являюсь бизнес-тренером. Уже на протяжении 10 лет работаю на поприще доброго, светлого и вечного. И на протяжении последних 5 лет специализируюсь на обучении руководителей. Руководители совершенно разного уровня, разных компаний, таких как Северсталь, Лукойл, Мосэнерго, Росатом, Сбербанк, Автофрамос, Мазда и так далее. Больших и не очень. Базовое образование. У меня психология с красным дипломом. Второе, высшее, это Академия народного хозяйства и госслужбы при президенте, степень MBA, сертификат бизнес-тренера, сертификат турконсультанта, сертификат фасилитатора и какие-то различные маленькие небольшие конференции и тематические встречи. Собственно, что хочется сказать? Ну, хочется сказать, что, во-первых, не забывайте, что это бесплатный мастер-класс, поэтому вся такая глубокая, глубинная проработка у нас будет, конечно же, на тренинге. Но, тем не менее, я достаточно человек щедрый, поэтому, если будут какие-то вопросы возникать, рекомендую не затаивать, не замалчивать, а оперативно спрашивать. Постараюсь максимально структурированно вам рассказать, но все равно не забывайте, что тренинг у нас целый день посвящен этому, а я за два часа попробую хоть что-то вам вложить в ваше сознание и понимание. Что такое типология сотрудников и почему у нас с вами так много людей? Ответ, наверное, простой. Хочется отсканировать, увидеть, да, так, картинку и понять, что от человека ждать, как им можно управлять, может быть, как манипулировать или как наши сотрудники будут нами манипулировать. Давайте с вами пройдемся сначала по скучной, может быть, нудной теории. Вообще, зачем вам это знать и что это может вам привнести в вашу управленческую деятельность? Первое, наверное, как вы можете использовать эти знания, это чтобы правильно формировать свою команду, потому что в команде у нас с вами встречаются разные сотрудники, они не всегда срабатываются, у нас иногда возникают с вами конфликтные ситуации или, знаете, особенно сложно выбирать сотрудников, которые, знаете, по рекомендации говорят, он там суперзвезда, он лучший, вы его берете к себе в команду, а он почему-то здесь не суперзвезда и совершенно не лучший. Вот в чем была ошибка? То ли там другая компания, то ли не тот коллектив, то ли вы неправильно управляли. Попробую пролить свет на эту проблему. Следующее, чтобы правильно распределять задачи и мотивировать. Очень часто наша ошибка заключается в том, что мы сотруднику талантливому и достаточно успешному в одной деятельности поручаем совсем другую задачу, и человек с этим не справляется. Мы не всегда видим потенциал наших сотрудников и не знаем, на какие задачи нужно его ориентировать. Тоже посмотрим, кому какие задачи давать и как кого мотивировать, если успеем. Потому что мотивация – это одна из самых тоже таких любимых тем у руководителей. Где же эта точка, куда нужно этот волшебный пендель приложить, либо где название той таблетки волшебной, которую дать сотруднику, и он сразу, знаете, из потухшего, у него глаза засветились, и он побежал работать 48 часов в сутки. Дальше, чтобы понимать, что происходит в коллективе. Вот эти подковерные игры, вот эти интриги, где искать источник этих интриг и, собственно, как их разрешать. Ну и, собственно, последнее, на что хочется обратить внимание, понимать нужно не только своих подчиненных, но и самого себя. То есть какой у вас стиль управления, потому что от этого зависит очень много проблем. Недавно у меня был запрос одного из руководителей, который говорит, у меня постоянно конфликты в коллективе. Знаете, и на самом деле, ну, мы все знаем народную мудрость, что рыба гниет с головы, вот, она являлась источником этих конфликтов. Но очень часто руководители сами не видят, что они провоцируют. Они до конца не понимают, какие проблемы возникают в коллективе именно из-за них. Вот, и из-за того, что у вас свой особый стиль управления, это тоже накладывает свои отпечатки, потому что мы не всех с вами сотрудников можем принимать к себе в коллектив именно из-за того, что, ну, вот мы такие. Это нужно учитывать. Мы все хотим звезд с вами, но не всегда мы с этими звездами можем сработаться. Может быть, иногда нужно опустить личную планочку, и насчитавших идеальных книжек, где написано, что вот в вашем коллективе должны работать сильные сотрудники, тоже учитывать, а у вас ресурса хватит управлять этими звездами. Вот, соответственно, проанализируйте свой стиль руководства, обозначите свои зоны роста. Ну, мне очень нравится один из типов руководителей, я потом вам расскажу, кто это, что это, но я думаю, вы сами поймете, который говорит, ну, теперь вы знаете, какой я, подстраиваетесь. А теперь музыка. Вот, чтобы все-таки вы делали свои выводы не из серии, подстраиваетесь, а делали выводы из серии, блин, мне вот с этим надо еще поработать. Ну что, давайте с вами чертить в нашей оси. Кто был у меня на мастер-классе бесплатном по продажам, ну, вступление будет такое же. Наверное, нужно просто разнести ту систему кардиналов, в которой будем работать. Итак, первая ось у нас с вами будет экстраверта-интроверта. Вот такая картинка, немножечко демонстрационная, чтобы понимать. Знаем, кто такие экстраверты-интроверты? Отлично, на всякий случай уточняю, потому что в последнее время интроверты вызвали к себе новую волну популярности. Раньше считалось, что это такие забитые, знаете, такие в углу сидящие айтишники, которые ни с кем не разговаривают, но жутко талантливые. На сегодняшний момент уже установлено, что это не так. Интроверты – это люди не то чтобы достаточно коммуникабельные, а просто у них анализ происходит по-другому в голове. На самом деле очень много обученных так называемых интровертов, которых я видела в переговорах. И интроверты достаточно успешно себя проявляют в коммуникативном виде, в видах деятельности. Лично у меня два очень хороших бизнес-тренера, то есть бизнес-тренер – это такая коммуникативная профессия, с коммуникацией активно связаны. Два безумно популярных, известных бизнес-тренера, которые по факту являются интровертами. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что это не люди, которые вот все, ушел себя, вернусь нескоро, чек-трак, я в домике. Так вот, наша система координат – это экстраверты и интроверты. Немножечко по-другому относительно картинки будет. Итак, экстраверты – это те люди, которые просто, знаете, мыслят вслух, думают вслух, у них все вслух. И очень часто говорят, об этих людей удобно думать. Вот они подходят, начинают, слушай, я вот думал, так, вот мне поехать туда-туда. А вы стоите, думаете, что вам он это все рассказывает? Ну, потому что это экстраверт, ему нужно подумать вслух. Или когда, знаете, на совещании вы даете сотруднику какую-нибудь задачу, и он, так, ну, смотрите, для того, чтобы мне сейчас подготовить этому клиенту коммерческое продолжение, надо прорезать. А вы тоже, ну, слушай, ну, иди и думай там у себя в кабинете, все уже выполняй. А интроверт, иногда вы дали ему задание и ждете его реакции. На что он говорит спасибо, ушел, ему надо подумать. То есть человек, который внутри себя все анализирует информацию. Еще я привожу пример, как люди восполняют энергию. Вот отличие экстраверта-интроверта. Как вам кажется, как интроверты восполняют свою энергию? Спят. Спят, еще, версии, молчат. Ну, давайте совсем забьем, все-таки, все-таки айтишник в углу, да? Как вам кажется? Ну, представьте, в одиночестве, да. Вот представьте, я всегда говорю, там, конец недели, шесть часов вечера, а лучше еще восемь часов вечера, он задержался еще на работе, да, вот хочется отдохнуть. Ему звонят друзья и говорят, эй, беги сюда, тут много вкусного, да? На что интроверт начинает анализировать и думать, да, у меня в субботу куча дел запланированных, если я сейчас поеду, это машину оставить здесь, я поеду туда, там придется пить, пить наверняка придется много, соответственно, долго, приеду домой в 2-3 часа ночи, буду долго спать, отсыпаться, соответственно, мне нужно потом будет повернуться еще на работу, забирать машину, а у меня куча дел. Ответ? Нет, лучше не поеду. То есть интроверты восполняют свою энергию, все-таки действительно в одиночестве, им нужно побыть одному. Как же восполняют энергию нас экстраверты? Вот вся та же ситуация, пятница, да, вечер, на что они говорят, ура, с друзьями повеселимся, супер. То есть действительно, вроде бы всю неделю работал, 8 часов вечера, они действительно подпитываются от людей. Поэтому интроверты, еще раз говорю, это не заключенные в себе совсем люди, это люди, которые, ну да, им больше, наверное, нужно времени проводить себе, но анализировать, наверное, не то, чтобы больше, они анализируют просто, опять же, про себя. Вот, ну и просто тоже представьте, вот уже первое различие, если вы экстраверт, а ваш подчиненный интроверт, вот как мы воспринимаем друг друга, или наоборот, вы интроверта, а у вас сотрудник экстраверт, вы смотрите на него и думаете, наверное, не очень адекватен. Так, ну и вторая у нас с вами система координат, это ориентация на цель и ориентация на отношения. Кстати, давайте вот я сразу общие слова расскажу тоже. Кстати, по поводу исследований научных, кто любит, почитайте в интернете статью. Во-первых, я еще раз говорю, много книг за последние 2 или 3 года вышла про интровертов, которые развеивают все мифы о том, что они такие ни на что не способны, кроме там аутизма. По последним исследованиям, экстраверты при общении с людьми у них вырабатывается гормон счастья. У интровертов не вырабатывается, то есть это тоже объясняет, то есть отличие, экстравертам, чтобы быть счастливым, достаточно прийти, поговорить, там, ой, как здорово, все, я уже счастлива, мне хорошо. Интроверту, ему от этого не горячо, не холодно, поэтому ему действительно в пятницу проще поехать домой, потому что никакого удовольствия от общения с друзьями, то есть не то, что никакого, а такого уровня удовольствия он не получит, потому что элементарно, но это химия. Опять же, когда меня спрашивают, могут ли люди поменяться, вот в этой типологии, я сейчас объяснила вам про химию. Вот химия в организме вот так вот может кардинально поменяться? Нет. Могут поменяться здесь, дело в том, что сейчас моя задача какая? Я вам разведу максимально далеко каждый тип, чтобы вы просто поняли, таких людей в природе не так много, но я их для вас специально в качестве видеофрагментов нашла, я их покажу, но в живой природе чаще всего встречаются двухтипные у нас с вами люди. Давайте сразу я по цветам распределю, по типам. Вот, поэтому вы можете в какой-то момент, если брать, первый у нас цвет, тип, это ведущий, второй дополнительный, третий, но он тоже в минимум, но влияет. А где заходит? Сейчас расскажу. И четвертого его просто практически нет. Поэтому совпадать и быть два типа могут в соседних зонах. Сейчас говорю, может быть непонятные вещи, начну объяснять, поймете. Не могут быть какие люди? Из противоположных квадратов. Вот этого точно не может быть. В течение жизни вы можете поменяться в соседнем квадрате, то есть вот второй ваш дополнительный тип может стать ведущим, но противоположный квадрат точно у вас лидирующим не станет никогда, потому что вот это совсем кардинальное изменение. При постановке задач, не свойственных вам, вы можете на какой-то период времени приобрести свойство, то есть бомбилизироваться, да? Вот, но как только эта задача от вас уйдет, вы что сделаете? Вернётесь в своё естественное положение. Вот, это, наверное, такое вступление. Ещё раз повторюсь, что одноцветных людей, однотипных людей достаточно мало. Я вам их нашла, показала. Если вам кажется, что вы относитесь и к тому, и к другому, не переживайте, это не шизофрения, всё нормально, значит, у вас просто два этих цвета так выделено. Всё хорошо. Итак, давайте посмотрим, какие же типы у нас с вами есть. Каждый тип называется по цвету, поэтому я оговариваю, что тип, то цвет для лёгкости восприятия. Первое, с кого мы, наверное, начнём с вами, это красные, красный тип. Смотрите, пожалуйста, на каких пересечениях. Это у нас получается экстраверт и ориентированный на цель. Это прирождённые руководители. Это те сотрудники, которые у вас всегда являются лидерами. Лидерами формальными, неформальными, какими угодно. Это люди, у которых основным стержнем является внутренним двигателем их жизни, является власть. Во что бы то ни стало, они обязательно этой власти добьются. И неважно, какими способами и путями, официальными или неофициальными. Очень часто как раз мне руководители говорят, я хочу вот таких звёзд. И вопрос, если у вас есть возможность растить их в компании, здорово, молодцы. Но если у вас нету возможности их расти, вы чего себе приобретаете? Головную боль. Это будет неформальный лидер, он потом будет объединять коллектив вокруг себя, против вас. Почему против вас? Потому что расти некуда, нужно показать, кто в доме хозяин, а вы основной враг у нас. Плюс, объясню сразу, объединить коллектив против чего-то всегда легче, чем на что-то. Ну то есть помните школу, объединить одноклассников, сбежать с уроков гораздо легче, чем объединить всех, а давайте выучим английский язык. Ну то есть это бред, да? Поэтому это очень лёгкое направление объединять против руководителя. Красные сотрудники, если мы говорим с вами по области применения, это любое направление, руководящая должность. Это люди, которые, знаете, я всегда привожу пример, потому что мне безумно нравится эта фраза Армен Джигарханяна, который в одном из интервью сказал, что человек должен быть как шашлык, в нём должен быть шампур. Вот этот шампур, вот этот стержень, он есть в красных. Если вы читаете книжки по лидерству, то вот это вот, знаете, альфа какой-то ген, альфа самец, это красные. У них это в природе, их никто не учил. Знаете, они просто выходят на аудиторию, что-то говорят, там, побежали туда, и у вас без вопросов, вы просто всё бросаете и бежите за ним, потому что, действительно, это человек, который умеет убеждать. Соответственно, очень хорошие руководители, они умеют вести за собой, они очень хорошие продажники. Это вот вообще тема тренингов, такие как агрессивные продажи, манипуляции, это всё вот их область бытия. Они, в принципе, себя как рыба в воде чувствуют в манипуляциях. У них от природы, у них в генах заложено манипулирование окружающими. Они вот чувствуют некое превосходство в этом. Соответственно, в их системе координат жизненной есть люди выше них, и есть люди ниже их. Поэтому, если в продажах вы их ставите на работу с конфликтными клиентами, у вас могут возникнуть проблемы. Потому что, если встречаются два красных, что мы приобретаем с вами? Они, да, они бессознательно начинают конкурировать друг с другом. А теперь поговорим сразу о проблемах. Представьте, у вас в коллективе два или три красных. Что будет? Война. Не дай бог, у них пересекаются какие-то направления. Вы знаете, я когда в своё время руководителям это рассказывала, у меня директор говорит, вот я теперь поняла, почему у меня болезненная ситуация. Два старших продавца, два красных. И вот они делили эту территорию между собой, кто из них главнее. Она просто их развела в разные смены, уровень продаж автоматически вырос. Никаких тренингов продаж, никаких вообще дополнительных ресурсов на то, чтобы оплатить консультанта, не нужно было. Просто нужно видеть, никаким коммуникативным управленческим воздействием развести эту войну вы физически не сможете. Потому что там работает природа, потому что они будут мериться всю жизнь, кто из них круче. Кто назвал кого любимой женой, да, или кто у начальника любимчик. Они постоянно будут конкурировать за это право. Что у нас с вами с точки зрения управляемости красными? Вот когда вы их только берёте на работу, они очень хорошо соблюдают субординацию. Но проходит полгодика, годик, они начинают осваивать виды деятельности, которые необходимы. И что происходит? Ну, слово борзеют, наверное, с первого ряда максимально отражает всё то, что происходит у них в голове. У них вырастает корона, они начинают поговорить о повышении заработной платы, либо начинают говорить о том, что как бы надо поговорить о карьерном росте. При этом на самом деле их эффективность достаточно высокая. То есть всё, что я говорю, оно не лишено смысла. Повторюсь, если мы говорим про продажи, они колоссально красиво и ярко умеют привлекать клиентов. Особенно если мы говорим про агрессивные продажи, про холодные звонки. Лучше красных продавцов, наверное, в этой области нет. Потому что когда, извините, в холодных звонках мы знаем, на 100 звонков 99 раз вас посылают, они азартные, у них включается азарт, им доставляет это удовольствие. Это не зелёные, которые, о, да, ладно, всё, и там это, я не буду больше звонить, тут такие все грубые люди работают. Вот, поэтому у них это в крови, у них это в инстинктах. Опять же, я говорю, на любую руководящую должность всегда смотрите, есть ли у них вот этот вот красный ген. Давайте я вам покажу одного из руководителей. То есть вы же являетесь руководителем не только рядовых сотрудников, но и руководителей руководителей. Может быть, вы увидите своего руководителя, может быть, вы увидите своих потенциальных подчинённых, как это выглядит. Так, сейчас у нас будет с вами видео. Звук я попробую отрегулировать по ходу пьесы, если он будет достаточно громкий. Валентина Матвиенко сегодня решила всех удивить. Даже если не всех, то, по крайней мере, своих подчинённых, курирующих Невский район. Губернатор неожиданно отправилась на объезд к метро «Рыбацкое». Поводом послужили многочисленные жалобы горожан. В итоге глава города была сама удивлена безобразным состоянием территории. А вот нашего корреспондента Катерину Правдину уже ничем не удивишь. Абсолютной тайны из приезда Валентины Матвиенко в Невский район не получилось. Информация всё-таки поступила. И накануне у станции метро «Рыбацкое» мусор вывезли, забор покрасили. Но асфальт, конечно, положить не успели. Метро когда ездил по среднему? В «Рыбацке». Здесь и бывают. Бываешь? Ну и не сломал? Николай строят, правда. Ну это вход в метро. Тысячи людей с утра до вечера в год. Кусут асфальт. Да какие проблемы? Разбитые ступеньки, грязные стёкла павильона, отсутствие лампочек. В «Рыбацком» из двух входов в подземку действует один, строят торговый комплекс. А на железнодорожную платформу два выхода вообще закрыты решётками. Чашу негодования губернатора переполнили невзрачные ларьки в проходах. И она позвонила лично главе ОЖД Виктору Степову. На вас что, городские законы не распространяются? А почему кто вам дал право открыть эти ларьки с продажи пива на входе, где люди и так проходы узкие, толпятся, там алканавты, люди не могут ни войти, ни выйти с метро. Кто дал право? Выйти из подземного перехода Валентина Матвиенко зашла в торговый павильон, якобы временный. Понаблюдать за работой продавцов, правда, не удалось. Точки неожиданно оказались закрыты. В секс-шопе губернатора тоже не ждали. Даже вывеску демонтировали накануне. А вот у них фигма ходит. Ну, вот так. Да, давайте, оставайтесь. Потом Матвиенко прошлась по соседнему и тоже опустевшему рынку, ругаясь на его владельца. Под ногами ухабы прилавки как будто с советских времен овощи и фрукты привозные. Ни условий, ни отечественного сельхозпроизводителя. Быстро подсчитав прибыль владельца базара, губернатор усомнилась в дальнейшем сотрудничестве. Сколько вы в день сынка забираете? Говорите честно, потому что все равно поверю. Порядка 20 тысяч. Порядка 20 тысяч. 20 тысяч в день на 7 лет умножьте проект строительства жилого. И что вы сейчас увидели с вами? Прилюдный порт. Абсолютно верно. Я всегда молодым руководителям говорю, сделайте себе на лбу татуировку, чтобы каждое утро, когда вы чистите зубы, посмотрели в зеркало и не забывали первое правило руководителей. Хвалить при всех, ругать наедине. Красные действуют прямо противоположно. Они действуют по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Красные – это вот как те родители, которые я сам могу наказать, но если моего ребенка кто-нибудь, не дай бог, обидит, всех порву. Поэтому красные руководители, по их сути, по их природе, очень часто это авторитарные руководители. Вот если брать, опять же, стили даже управления, это авторитарный стиль управления, при этом какие проблемы возникают в коллективе. Вот если вы нашли в себе красные нотки, сейчас могу рассказать, что может быть в вашем коллективе. Это безинициативность сотрудников. Работала я с одной компанией, достаточно известной, не буду называть. Я обучала весь HR-департамент. Мне директор по персоналу говорит, вы знаете, у меня почему-то сотрудники инициативные. Вот сейчас так модно и популярно, чтобы сотрудники сами предлагали решение проблем. Я говорю, не могу, я с этим работаю уже полгода, ничего не получается. Ну и когда мы с ними прошли целый ряд тренингов, практически полгода учились, там и ассертивное поведение, и отставление своей позиции, и переговоры с внутренним клиентом. Я вот каждый раз с ним встречаюсь, я говорю, ну как, ну что, ну а что, что. Приходим мы к нему с предложением, а он нам ответит, да что-то вы бред какой-то несете, что за чушь. При этом он сам это не отслеживает. В следующий раз сотрудник захочет прийти с предложением. Вот один раз даже вот просто взглянув и цокнув, ладно, что там у тебя еще. Все, но сотрудник же считывает вот всю эту невербалику. Он в следующий раз не придет с предложениями. Красный руководитель не замечает того, что, а, является неким катализатором конфликтов и сами гасят своей авторитарностью инициативу. Потому что если к нему придет высококвалифицированный специалист и скажет, я хочу, чтобы это было так, или это будет так работать, а наш руководитель считает по-другому, то что произойдет? Два варианта. Либо высококвалифицированный специалист себя ценит, и он скажет, спасибо, до свидания, пойду туда, где меня будет ценить, потому что, еще раз говорю, высококвалифицированный специалист работает не только для зарплаты, а для самореализации, а ему это здесь не дают сделать. Либо второй вариант, он скажет, ну хорошо, сядет ровно, тогда буду делать то, что вы хотите. В какой-то момент опять этот красный руководитель говорит, нифига себе, я тебе плачу такие деньги, от тебя никакой инициативы, ты просто исполняешь то, что я тебе говорю. В какие-то моменты бывают прозрения, но осознать, что они являются этой причиной, для них достаточно сложно. Что еще у нас с красными руководителями, какие бывают проблемы? Людей они действительно порой расценивают как способ достижения своих целей, так как они ориентированы на цель, и в принципе экстраверты, благодаря своим коммуникабельным, ярким, харизматичным способностям, людей они очень часто используют просто как средство. Использовали, выжили все соки, спасибо, до свидания. Не всегда так, не всегда, но это тоже есть такая тенденция. Соответственно, красные с красными тяжело работают. Если вы красный руководитель, берете себе красного подчиненного, не забывайте, что через некоторое время он захочет, ну то есть он начнет, как мы до этого говорили, бах, сеть, и у вас могут возникать с ним конфликты. Что еще? Точно так же рядом тяжело уживаются, как я сказала, высококвалифицированные специалисты, и в итоге на самом деле очень часто сотрудниками красных являются прямо противоположный тип, который является противоположностью и дополняет его. Вот, соответственно, проблемой, уже заранее говорить, например, заранее говорю о проблемах зеленых, это исполнители безинициативные. Никакой инициативы мы от зеленых не добьемся. И в итоге, повторюсь, мы хотим красных, а имеем с вами зеленых. Я могу вам географию раскрасить. Красные сотрудники, красная страна у нас, как вы думаете, какая? Средиземные штаты Америки, абсолютно верно. США порвем всех, мы супердержава, кто на наших, не знаю, подданных хоть какой-нибудь стране посягнет, сразу сбросим бомбу. Субтитры создавал DimaTorzok